Мы начинаем вторую часть нашей программы и по традиции мы представляем обычно творчество наших гостей. Продолжение следует... 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 Она уверяет, что ее любимая опера – «Пиковая дама Чайковского». Катя Ричарелли не раз бывала в нашей стране, и вот недавно, в январе, она вновь приехала на сей раз в Ленинград для участия в телемарафоне «Возрождение». И сразу после выступления в Кировском театре она приехала в зал Энгельгартов. Дело в том, что в традициях дома Энгельгартов, о которых мы говорили в первой части программы, было не только устраивать балы «Маскарады», но и подчивать заезжими знаменитостями. И вот на сей раз такой знаменитостью, настоящей знаменитостью была Катя Ричарелли. «Пиковая дама Чайковского» «Пиковая дама Чайковского» «Пиковая дама Чайковского» «Пиковая дама Чайковского» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка А сейчас вы станете свидетелями символической встречи Востока и Запада, а также Старого и Нового. Бельгийского балетмейстера Мориса Бежара привлекла идея поставить для труппы Токио-балет спектакль, в основу которого положена «Тюссенгура» — повесть о 47 самураях, сделавших себе харакири. Но это не чисто японская драма, это рассказ о всем человечестве. Морис Бежар сказал по этому поводу, необходимо было, чтобы эти переживания были понятны людям 20 века, поскольку чувства человека остаются неизменными на протяжении всех веков. С этим связано включение в канву балета элементов современной жизни. И постановщику удалось соединить формы старинного японского театра с языком современного балета. Этот спектакль с громадным успехом демонстрировался в Париже и Лондоне, Милане и Амстердаме. Ну, а мы пока что посмотрим его по телевизору. Как вообще родилась идея постановки спектакля «Кабуки» в Японии? Потому что я знаю, что балетмистер Морис Бежар европеец, история японская. Идея балетной постановки драмы «Тюссенгура» появилась у меня во время посещения дома господина Бежара в Бельгии. В апреле 1986 года под названием «Зе Кабуки» балет был представлен зрителям. Замысел Бежара состоял в том, чтобы сделать балет 19 века более понятным для сегодняшних зрителей. Среди первых же отзывов на постановку были и такие, где говорилось, что не передано содержание, или что языком балета вообще вряд ли возможно передать душевные переживания героев. Многие люди думают, что японцы могут танцевать только в кимоно, и требуются определенные усилия от того, кто представляет свое произведение, чтобы его приняли и поняли зрители. Мне кажется, что этой постановкой были выполнены пожелания увидеть новые веяния в театральной жизни Японии, которые были бы совместимы с историческими традициями страны и в то же время обращены в будущее. Что представляет для вас эта японская история? Что значит создать образ в балете? Наверное, это то же самое, что написать слова и воплотить их в жизни, а потом сделать так, чтобы эти слова стали понятны зрителям 20 века, передать истинные чувства, в данном случае моей героине, ее внутреннюю сущность, смысл ее жизни, все это необходимо сделать доступным зрителям 20 века. Конечно, было немного сложно, поскольку все сомневались, смогут ли балерины точно передать пластику, ведь женские роли в кабуке исполняли мужчины. В этом спектакле вы воплощали несколько характеров, и лирический характер, и драматический характер, и героический характер. Какой ближе вам характер в этом спектакле? Мне думается, мой герой – сплав всех этих качеств. Самое, конечно, трудное, собрав все исполнительские средства, создать такой обобщенный образ главного героя. Безусловно, трудно преодолеть и возрастной барьер. Моему герою ведь 50 лет, а мне только 20. Конечно, жизнь в Японии изменилась, и это накладывает отпечаток на старинное искусство кабуки. Работали мы с Бежаром очень много. Японский народ скромный, и неудобно каждый раз переспрашивать. Я записывал на видеомагнитофон все репетиции, потом смотрел, и каждый раз возникало что-то новое. И когда у меня кое-что получалось, я очень радовался этому. Все это нигде память. Какие люди – ну, вот это нигде память. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас вас ждет знакомство с выдающимся французским танцовщиком и балетмейстером-новатором Роланом Петти. Еще с 40-х годов он руководит различными парижскими балетными труппами, затем выступает также как организатор марсельского балета. Его творчество было во многом реакцией на консервативные, как он считал, традиции парижской опера. У него соседствуют два направления. Это и лирико-драматическое, и кротесково-комедийное. Он ставит классические балеты, такие как «Челкунчик», «Капелля» и многие другие, но не пренебрегает также музыкой, «Кола Портера», «Джорджи Гершфина» и даже группы «Пинг Флойд». Неизменно учитывает Ролан Петти творческую индивидуальность исполнителя. А так, специально для Майи Плесецкой он поставил балет «Больная роза» на музыку Малера. И, к слову сказать, этим не ограничивается его сотрудничество с Советским Союзом. Он перенес свой балет «Собор Парижской Богоматери» на сцену Кировского театра. И хочется надеяться, что этим все не ограничится. Но особенно охотно, конечно, работает как хореограф Ролан Петти со своей женой Рене Жан-Мер, более известной во Франции как Зизи. Это выдающаяся балерина, которая одинаково триумфально выступает и на сценах театров, и в мюзик-холле. Образ Кармен, я должен сказать, весьма важен для меня. Именно здесь я получил возможность полного выражения своей личности. Тут сливались классические пассажи с современными движениями. Без ложной скромности скажу, что это настоящая хореография, глубокое письмо. Здесь я действительно был на высоте. Каждая па имеет свое значение, свой символ, свой оттенок. Это написано так, что иначе себе, по-моему, просто невозможно представить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 20-м округе Парижа есть две площади. Одна из них носит имя Эдит Пиаф, а вторая Мориса Шевалье. Так муниципалитет и парижане увековечили память двух своих любимых певцов. Морис Шевалье Шевалье скончался в 72-м году на 84-м году жизни. И семь десятков лет из них он провел на эстраде. Его звали Морис Сен-Леон, а Шевалье это был его сценический псевдоним. Он означает кавалер. И Морис Шевалье был настоящим кавалером французской песни, кавалером французской эстрады. Он не раз подчеркивал, что поет не ради денег, а ради той высокой радости, которую получал сам и которую щедро дарил людям. Мы имеем в виду, что мы думаем, в этом мире. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом позвольте сегодня закончить. До встречи в марте! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!